Доброго дня, шановные телеградачи! Это наша первая программа после отпуска и первый гость в нашей студии это славянский местный глава Вадим Михайлович Лях. Доброго дня, Вадим Михайлович! Добрый день! Вадим Михайлович, Вы только что буквально приехали из Польши и мой первый вопрос, естественно, все равно коснется этого события, этой командировки. Что хорошего привезли в Славянск? Ну, во-первых, хочу сказать, что была очень плодотворная, очень интересная поездка, потому что помимо каких-то эмоций, понятно, что посвящая другую страну, общаясь с другой культурой, изучая ее историю, общаясь с людьми, всегда имеешь положительные эмоции для сравнения и так далее. Но здесь она еще носила действительно деловой характер, потому что были подписаны определенные документы, которые закрепили намерения двух мэров, скажем так, и в дальнейшем сотрудничать не только на предмет создания музеев, скажем так, а поездка посвящалась именно для того, чтобы совместно с городом Апочна, куда мы ездили, участвовать в крупном международном гранте норвежском, порядка 700 тысяч евро, для создания двух музеев. А как Вы вышли на эту инициативу? Ну, инициатива как раз-таки была из Апочны, они искали партнеров, потому что они узнали об этом гранте, и вот буквально случайно, действительно, здесь так получилось, что у нас, сейчас поподробнее расскажу, как-то это неделя или две уже, наверное, и продолжаться будет и на следующей неделе, я поеду в поездку в Киев уже для подписания определенных документов, тоже связанных именно с Варшавой, с Польшей, и тоже будет такой небольшой плюсик для города, но это не будем перескакивать подробнее. Так вот, они как раз-таки были заинтересованы создать у себя музей, а город интересен тем, что там буквально на 20 лет раньше был такой же завод построен, компания Лянгия-Дзывульский, как у нас в 1895-м, у них на 20 лет раньше. И когда уже не хватало сырья там, да, и искали расширения, то было принято решение построить в России, и до революции был построен такой завод в Славянске. И они не знали совершенно о том, что такая ветка в истории была, развитие вот именно этой компании, и с посещением одного из поляков здесь, случайно отказавшихся, он имел отношение к музею, пару звонков, и вот тут начались такие уже контакты на предмет встреч, на предмет совместных поездок, подписания намерений, и так далее, и так далее. И в результате вот это здание конторы Лянгия-Дзывульский, которое мы недавно отдали на 10 лет общественной организации, в управление, есть идея привлечь не городские деньги для его реконструкции, а именно деньги гранта, и условия этого гранта интересны тем, что обязательно условия – это две страны, два города по одному направлению, и здесь все сошлось. И поэтому это такие действительно партнерские отношения, где обе стороны только выиграют. А грант изначально это была идея, просто они искали партнеров себе, и нашли. И главная ваша доваренность, к чему пришли? Что еще будет делегация из города, Апочна приедет сюда, теперь будет общаться не только на уровне мэров, тут мы уже соединили общественные организации, музеи будут работать, культурные наши, те, кто связаны с культурой, отделы культуры, будем продолжать дальше сотрудничество, но вот в написании гранта уже будут участвовать общественники на уровне музея и общественных организаций. А в самого Апочна, вот у нас был керан большой, и после этого маленького много предприятий. Есть ли такие маленькие предприятия в самого Апочна? Ну, чтобы было понятно, Апочна в самом городе небольшой, однако это название Апочна является брендом крупного комбината Церзанит, который работает по всей Европе, и у него есть заводы, в том числе и на Украине. И он называется так, Апочна Церзанит, потому что вот именно как историю привязывают к бренду, на плитке везде написано Апочна, Апочна, хотя комбинат называется Церзанит, и компания называется Царсанит. И там очень много крупных комбинатов. Есть, я уже сказал, на город Волынский такой на Украине построен в 2012 году крупный комбинат, который делает большой ассортимент плитки из сантехнических изделий. Конечно же, возможно, может быть, на Украине появится еще несколько таких комбинатов, я не знаю, потому что они их строят по всему миру. И мы как раз были на этом комбинате, который был в Апочне. Он намного крупнее нашего Азевска-Керамики. В принципе, а тот же самый ассортимент плюс еще и сантехнические изделия. И вот там этот бизнес очень развит. Нет, я имела в виду именно небольшое, крупное предприятие, а мелкое. Вот у нас в городе... Я понял вас, да. Вот на выставке мы попали на выставку, вернее, не на выставку, а на фестиваль, скажем так. Это как у нас приблизительно День города. В таком же формате, с выступлением звезд, с салютом, с вот этими вот, где представлялись малые фирмы, как раз такие, которые работают в этом сегменте. Там этот сегмент больше представлен работа на базе плитки. То есть есть серийное производство, да. А малые предприятия, они что делают? Ну, допустим, лежат на мозаику плитку. И уже продают под конкретного покупателя уже то, что интересует его, эксклюзив, да. Наносят какие-то дополнительные принты на плитку или еще какие-то рисунки для дизайнерских каких-то работ. То есть вот такую выпускают мелкими партиями продукцию, на базе уже выпущенной. И этот сегмент очень хорошо развивается. Дорабатывают, да. Другой предприниматель, допустим, делает по старинной технологии плитку. То есть чтобы можно было сделать какие-то такие подстаринные, старинными принтами, прессуют ее. То есть этот бизнес развивается. Я не скажу, что там можно было увидеть, как у нас там 100 производителей. Ну, порядка 7-8 производителей, которые работают в этом направлении, более мелких, на базе уже изготовляемой продукции, там, комбинатом. Это есть. Но это еще больше подкрепляет этот бренд опущенно, наверное, да? Ну, знаете, еще вообще как бы при презентации были удивлены представители бизнеса, что в Славянске существует и крупный комбинат, и малый, и средний бизнес. И он довольно-таки успешно работает. И такая заинтересованность произошла. И поэтому они получили представление, приглашение мы дали на наш экономический форум, который организовывает деловое содействие. У нас уже будет второй он. Для того, чтобы эти представители приехали и пообщались здесь на месте. Потому что некоторые приезжали уже сюда, предприниматели, с Польши, но не могли найти контактов. Они как раз был конец 2014 года. Да, побывали на комбинате, но что-то тут не совсем было с информационной какой-то поддержкой. Поэтому, я думаю, такие контакты на уровне и керамиков, и малых производств будут интересны, потому что были предложения в помощи организации выставок там, наших керамиков и так далее. Также побывал в городе Гданске, пообщался с мэром. Тут это была такая, знаете, больше ознакомительная поездка, неподготовленная. Но, тем не менее, очень приятно, аж и продуктивно, когда в течение получаса-часа общения сразу от администрации последовали конкретные предложения, когда я выразил о том, что у нас очень сложно с архитектурой. Сейчас мы много строим, делаем ремонтов. И хотелось бы, чтобы это делалось и качественно, и по уму, и с применением каких-то новых трендов и так далее. А есть проблемы с архитектурой и с этим отделом. Поступило конкретное предложение. Не вопрос, мы возьмем на обучение вашего специалиста от нескольких месяцев до года, если это необходимо. Это вот конкурс? Я думаю, что конкурс там производить особо не с кого. У нас очень маленький отдел. Сам рассказал это. Главное, чтобы вы были уверены в этом человеке, потому что у нас уже есть примеры, когда с Прибалтики приезжали, а потом оказывались в Германии эти люди молодые. Потому что все-таки обучение в Гданске, а это город, в принципе, очень похож в том плане, что там тоже есть реки пересекают его, есть и пост, скажем так, индустриальные объекты, как туда верфи, которые таким пятном после разрухи, после банкротства не украшали город. И вот как привести эти места в такие интересные, красивые и в то же время полезные для города. Много бы на эту тему говорили, выезжали, нам показывали все это. Поэтому, я думаю, такой контакт будет очень полезен. И, в принципе, сказали сразу, что приедут и представители из Гданьска сюда для дальнейшего общения, налаживания контактов и какой-то помощи в этом направлении. Ну, пока вы ездили, разговаривали о строительстве, тут строительство продолжалось. И, в общем-то, много вопросов. И последнее на комиссии обсуждалось строительство парка, реконструкция парка «Шелковичный». Вот что же там нас ждет? Деньги приостановлены, казначейство не пропускает, будет ли парк готов? Ну, смотрите, из-за того, что парк, вот он на виду, да, его каждый видит, есть там люди, нет людей. Но хочу сказать, что такая тенденция с остановкой и с корректировкой проектов подверглась все объекты в городе Славянске, которые строились. Просто одни пришли незаметно, потому что вот стены, да, и что там происходит, не каждый увидит. Остановились работы, либо продолжаются. Связано по нескольким причинам. Первая причина, я назову общую, потому что парк попал именно в ни в чем отличающуюся другую ситуацию. Сама, как отбирается проект? То есть сам проект, он был сделан еще в 15-м году, начало 16-го года. Цены, мы понимаем, когда он взял реализацию, в 17-м, 18-й год у нас, уже совершенно изменились, да. При приступлении, когда люди приступили к работам, выходят дополнительные работы. Один момент. Второй момент, появилось дополнительное финансирование. То есть хочется сделать больше, область сказала, у нас есть 5 миллионов, подумайте, куда вы должны их привлечь. Все это влечет за собой изменения проектно-смертной документации и прохождение экспертизы. Все это было сделано. Начались вноситься изменения в проект. Теперь прихожу к парку. Но так получилось, что были заморожены счета об областном управлении экологии, откуда они финансируются. И нельзя было позакрывать формы для того, чтобы отдать проект на экспертизу. 9-го числа они были разблокированы. Сейчас все эти формы подписаны. И проект лег на экспертизу. Сегодня буквально общался уже по приезду с подрядчиком. Уже начали выходить люди туда на работу. То есть сейчас каждым днем будет все больше и больше разворачиваться работ по парку. До декабря месяца, я уверен, я не вижу таких проблем, чтобы они его не сдали. Безусловно, расстроен в связи с тем, что хотелось, как мы разговаривали первоначально с подрядчиком, чтобы аллея и вокруг памятника была готова к дню города. Здесь я уже вижу, отставание есть как раз-таки на этот месяц. Не получится полностью закончить этот объект. Однако, буквально на днях уже начнется полностью и финансирование, и работы с каждым днем, чтобы больше и больше работы. То есть 6-го, 9-го сентября мы все равно не будем там отмечать освобождение города, но работы будут идти. Да, работы будут идти. И тот объем работ, который запланирован, еще и увеличенный на 5 миллионов, он будет сделан. Потому что появилась, появится там и стоянка, появятся еще дополнительные дорожки, которые соединят пикниковую часть парка с центральной частью парка. По поводу реконструкции 30-летия Победы сентября, почему нельзя было как-то по-другому назвать, чтобы это сооружение вошло в проект, на него выделились экологические деньги? Ну, момент следующий, что по законодательству на сегодняшний день четко регламентировано, на какие работы могут выделяться экологические деньги областного управления. И там не прописано капитальное строение. Это капитальное строение. То есть все, что у нас было капитальное строение, не только административный корпус. Он, в принципе, входит, как казалось бы, по своему направлению. Если парк экологический, то и админкорпус тоже. Почему мы туалет строили за свои деньги, в том числе? Потому что здесь только дорожки, освещение и озеленение. Вот эти направления. То есть FEM-дорожки, то, что мы сделали, освещение, озеленение, площадки, это может быть. Все остальное за местный бюджет, либо за другие источники. Другие строящиеся объекты. Давайте сначала к дорогам перейдем, потому что дороги все равно люди ждут, когда все-таки дорога свяжет два ЖД-вокзала, и по ней можно будет легко ездить. Я уже говорил о том, что был объявлен тендер, сейчас уже появляются победители. По процедуре нужно подождать 10 дней для того, чтобы не было никаких споров, чтобы конкуренты, которые участвовали в тендерной процедуре, не подали жалобы. И подрядчики приступят к работе. Уже со следующей недели три тендера состоялась, они с разницей в 4-5 дней между собой. И по Сользаводской уже в ближайшее время первая начнется ремонтироваться Сользаводская. И за ней пойдут остальные улицы. Уже со следующей недели, я думаю, после проведения сессии городского совета, уже начнутся и работы. Поэтому тут еще, например, хотелось бы успеть и университетскую, и переволок учительский. Сейчас мы ведем переговоры с областью на эту тему, чтобы тоже получить финансирование. Переволок учительский, конечно, это... Да, но еще раз говорю, что и так я считаю, что много дорог в этом году сделано, тротуаров, но это еще не окончательно. Это переволок Калинина, насколько я помню, да? Да, переволок Калинина такая старая, в общем, совершенно разрушенная все. И вот буквально уже на днях начнется ярмарочная. Ярмарочная сейчас уже ведутся подготовительные работы по улице, ярмарочная, которая перед бывшим ЗАГСом нашим, да? Не поймем, что ли дорога, то ли котлован в центре города, то ли что уже превратилась. Из-за того, что там очень много сетей и телекома, и водоканала, в общем, всех, кто есть в городе, люки сейчас выходило, было совещание, все представители этих учреждений присутствовали, получили тех задания. Выносите, перенос, и вот как только эти вопросы с коммуникациями будут уже улажены со всеми, тогда начнется работа. Ну и сказали, что здание бывшего ЗАГС, опять-таки, уже скоро найдет себя подрядчика, да? Значит, ситуация следующая. Буквально, опять-таки, первый день на работе, начиная восстанавливать информацию, доложили о том, что тут не то, что найдет подрядчика, конкурс о том, и победители конкурса, мы участвуем уже в конкурсе, по финансированию еще никто не дал. Я так увидел по заголовкам, что уже найдет подрядчика, и сам не понял, откуда такая информация появилась. Речь шла, по всей видимости, может быть, неправильно поняли о том, что проект, результаты этого конкурса, они уже буквально там в течение 10 дней будут. И можно будет рассчитывать, я думаю, Славянск попадет в число победителей по каким городам, что первая очередь начнет финансироваться, и можно будет объединить тендер. То есть пока еще только конкурс на то, чтобы в Славянск выделили деньги. Да, там и в другим городам в том числе. Ну и еще объекты, которые волнуют наших граждан, опять-таки, к Дню города, это памятник на Ботанической улице и Старое кладбище. По Ботанической памятнику, как уже и говорил, Дню города мы тут успеваем, 26-го числа, вернее, чуть раньше, но так уже с запасом, всегда уже понимаю, что подрядчики всегда отстают. Вот 26-го прямо августа? Да, 26-го прямо августа, то есть там уже заготовки, плиты сделаны с семенами погибших. Строительная часть по самой основной тумбе, скажем так, назовем, она уже окончена. Останется стелу разместить, гранитную на ней, и установить таблички. Также сейчас думаем, что там с ограждением как делать. Есть небольшая проблема, добавилось количество, скажем так, фамилий, которые необходимо разместить на этом памятнике. В свою очередь, они не все сейчас помещаются, плиты именно на основную тумбу. Думаем, как этот вопрос решить. То есть 26-го памятник будет сдан, и к Дню города мы его презентуем, как обновленный. А вот в Старое кладбище, там собирались совещания, в общем-то, какая-то стратегия, определилась что-то, что в конце концов там будет? Ну, со своей стороны, смотрите, тут разделилось на две части. То есть есть работа общественных организаций, которые активно подключились к этой работе, и я все-таки хочу, жду от них какого-то результата в том плане, что концепцию мы проговорили, были рабочие группы заседали, мы определились на последнем заседании, что вот какой концепции они себя видят, сделайте презентацию, тогда городской совет возьмет это на вооружение и начнет разрабатывать техническую документацию. А сейчас пока что занимаемся все-таки благоустройством. Еще один раз бульдозером пройдемся по нему на следующей неделе, польем все это жидкостью, чтобы бурьян-сорняк снова не рос, чтобы эта работа не была бесполезной и не нужно было ее проводить еще весной, и займемся уже разработкой технической документации, а именно техзадания для проектно-смертной документации. И за счет города это будет взято? Да, пока что и другого источника нет, но возможно пока это все будет делаться, потому что проект написания самого проекта тоже может затянуть до полугода. Техзадания, потом проектно-смертная документация, когда мы обговорим концепцию, безусловно. И тогда уже, когда будем понимать, сколько нам денег необходимо, то, что видят жители нашего города, то, что там хотят увидеть, тогда уже будем понимать, либо это местный бюджет, либо это совместное финансирование. Посмотрим. Может быть подключаться опять и гранты, потому что там тоже есть присутствие польских фамилий. Сейчас у нас эта тема обсуждается так активно, и возможно заинтересует еще и вложить деньги в такое культурное наследие. Да, иностранцы любят вкладывать деньги в памятники на нашей территории. Еще такой вопрос, 13-я школа. Больной вопрос. Да, перед отъездом я посещал эту школу, договорились с подрядчиком, что по моему приезду, можно было это сделать сегодня-завтра, зайти на нее, договорились сегодня, сказал предслужбе своей, чтобы оповестило журналистов, что это произойдет в понедельник, потому что завтра еду, опять же, как я уже говорил, в Киев на подписание договоров для города. И в понедельник сможем с вами зайти туда, посмотреть, что там изменилось после нашего прихода. Посмотреть-то можем открыто, когда школа будет? Открыто будет еще, как ничего пока не изменилось, ко второй четверти. То есть сентябрь, октябрь, они еще будут ее доводить до ума. То есть будут делаться работы. Сейчас там уже, я видел, есть некоторые готовые классы, которые уже под ноль, санузлы уже полностью сделаны, кухня, то есть ведутся работы. Я вижу, завезен линолеум на все. То есть из общения с подрядчиком порядка 140 человек работает без выходных. Вот фактически без выходных, там 1-2 дни дают по очереди кому-то. Работа начинается с 5 часов утра, потому что большая жара стоит, именно на кровельщике так работают. Ну и так, серьезно, уже приступили к покраске, уже там есть много внутренних работ. Но я думаю, мы с вами выйдем туда и все увидим с понедельника, проведем такой репортаж. Хотелось бы побывать, показать и в 13-ю школу, хотелось бы улицу Вольную, как бы уже закончить к этому, к понедельнику и показать, и рассказать, что планируется там дальше на ней. И еще последний вопрос. Мы были как раз в отпуске, а у вас был отсчет водоканала. Вот скажите, пожалуйста, какие перспективы нашего водоканала? Все-таки с водой состояние. Но что именно? Ну, нас волнует это в июне месяце сократили подачу. Вот уже на Артема, то есть она каким-то образом перестала быть. Ну да, понимаете, смотрите, здесь два направления. Все равно работа идет системная по модернизации водоканала. И это те, что мы говорили, и областные деньги, и местные, и она идет. Но мы прекрасно понимаем, что система, аж не только мы завязаны к воде Донбасса. И сейчас с каждым годом, вот я вижу, ощущаем, что их проблемы становятся нашими проблемами. Потому что этот гигант вода Донбасса имеет такую же изношенную систему, ничем не отличается от славянской. И денег ему для модернизации нужно в разы, в десятки, в сотни раз больше, которых он на сегодняшний день не имеет. И сегодня, когда мы приводим и можем говорить о том, что у нас техническая возможность есть улучшить водоснабжение, когда появляются аварии на воде Донбасса, идет падение часов подачи воды. Это, конечно же, отражается и на имидже города, и водоканала. Люди недовольны. Но еще раз стоит задача, наверное, уходить в будущем от воды Донбасса. Но пока что у нас только есть один водовод, Маяцкий, который подает воду на Артема и так далее. А в связи с тем, что последнее сокращение воды, оно больше, конечно же, связано с тем, что не лишена еще проблема с хлором. Мы запаслись. Да, мы пока еще уверены месяц-два. Но пока видя, что чем дальше оттягивается решение этого вопроса на государственном уровне, такие опасения, я вот когда иду с жителями, общаюсь по городу, говорю, ну, вы знаете, мне кажется, лучше, наверное, 8 часов, но гарантированно 3 месяца, чем сейчас, допустим, 12-16, через месяц. Я буду разводить руками, и мне будут придется говорить, почему, где этот хлор. А проблема с хлором так и осталась? Так и осталась. Пока что не решена. Да, мы будем устанавливать установку дополнительно. Да, мы сейчас готовимся к альтернативной очистке воды. Но это тоже нужно время, еще месяц-два. Пока что этот вопрос не решено. А установка будет приобретаться вами? Да, водоканал будет ее приобретать. В принципе, на сегодняшний день, я так скажу, что жизнь не добавляет нам каких-то подарков таких, что наоборот, какие-то негативные в плане порывов очередных, аварий. Но с другой стороны, работа ведется. И улучшение, вот я даже с людям, вот стало плохо-плохо. Я говорю, ну а вот в общем-то, вот жителям Аркема говорю, по часам-то добавилось. Все говорят, да, добавилось. Стало лучше. Но, к сожалению, хотелось бы, чтобы, понятно, что людям хочется, чтобы не было порывов. Чтобы не было там порывов на воде Донбасса. Но от этого мы не застрахованы, потому что нужно поменять всю систему. А на это сейчас таких денег и финансовых возможностей нет. Ну, на этой, в общем-то, оптимистической ноте, что что-то хорошее делается, но конца не видно. Конца не видно. Вот мы закончим эту нашу встречу, потому что, в общем-то, уже время отход к концу. Я надеюсь, что к нам еще придете и более подробно расскажете, что там садой Донбасса, какие вы съездили командировки. Ну, думаю, что после поездки в Киев, которая состоится уже завтра, мне будет о чем рассказать. Мы с вами встретимся и поделимся еще информацией, отвечу еще интересующие вас вопросы. Спасибо за внимание и до новых встреч. Спасибо за внимание и до новых встреч.